Все началось с безобидных покалываний в животе, а после переросло в высокую температуру, сильные боли в спине и частичную потерю зрения. Все это пережил герой нашего сегодняшнего выпуска ровно год назад. Тогда он еще не подозревал, что мышиная лихорадка могла отнять у него жизнь. С последствиями тяжелой болезни помогли справиться врачи Ульяновской центральной городской клинической больницы. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасай жизни». Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или в простонародье мышиная лихорадка встречается приблизительно в 5 случаях на 100 тысяч населения. В России очагами инфекции являются Удмуртия, Башкирия, Татарстан, Самарская область и наша, Ульяновская. Олег Валерьевич, насколько у мышиной лихорадки часто встречаются летальные исходы и как она отразилась именно на нашем пациенте, насколько тяжелы были случаи? Действительно, летальные случаи при геморрагической лихорадке с почечным синдромом описаны. Но нашему пациенту это участие удалось избежать, так как он находился в нашем лечебном учреждении, где была оказана своевременная квалифицированная помощь. Ну да, это заболевание, вообще-то, эндемичное для нашего района, для Павловжи. Здесь большое количество, по статистике, до 56% всех случаев в России возникает именно в Павловском регионе. Мышеподобные грузуны переносят ее. Переносятся при вдыхании пыли, фекальной пыли этих грузунов. Иммунитет возникает стойкий и повторного инфицирования заболевания уже в этом пациенте не будет никогда. Конечно, заболевание может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой. В тяжелой форме может осложняться вплоть до почечной недостаточности или острых каких-то воспалительных заболеваний самих и самих почек. Ну вот одним из этих случаев как раз и был этот случай с больным капитаном. У него возникло вот это вот состояние, которое описывается в литературе на самом деле. Описывается, но статистики совершенно никакой нет. Вообще никакой. Я где-то и по каким источникам не устану был. Мы знали об таком осложнении, что оно возможно. В поле работал. Живот болел. Поем. Сдувается у меня. Тут этот. Потом температура началась. Тридцать девять с половиной. Вот мы этот. Три дня не сбивали. Не сбивается. Вот. Поехал в этот чердаклы в больницу. Мне сказали, проходи этот. Как его? Анализы сдавай. Ну я пошел. Отправили в брюшную полость проходить. Меня записали. На 23 октября только. А на 23 октября у меня уже операцию сделали. Вот я домой приезжаю. Как будто бы так, так. Попера этот сказали. Брюшную полость. У меня все хуже и хуже. Поясница начала болеть. Скорую вызвали. Приезжают, проверяют. Еще, говорит. Наверное, продул. Этот. Почки или что. У меня жена, говорит. Заберете его в больницу? Да, говорит, заберем. Туда привозят. В ЦГБ вас повезли? Нет. Чердаклы. Определили в инфекционное отделение. Адские боли в пояснице не давали уснуть всю ночь. Болезнь не собиралась отступать, а только набирала обороты. Вот расстаюсь, зрение пропало. Уже вот так вот не вижу уже ничего. У меня на ту сторону. Ну, этот Ульянов. Вот. Туда пока опять анализы все это пошли. Меня положили в инфекционное. Вот. Там две недели полежал. Уже почти здоравливать начал. Все. Тут ночью температура опять подскакивает. Тут врачи забегали сразу. Что такое, ничего. С инфекционного отделения мужчину перевели в урологию. В этот же день сделали операцию. Приглашают на консультацию в инфекционное отделение. В свое время. Прихожу, смотрю. Да, и там есть признаки. Признаки внутреннего кровотечения, что отражается клинически и лабораторно. Да, подозрение на разрыв. Почему этот разрыв возникает? Потому что во время ГЛПС возникает отек капсулы. И при даже малейшей тряске какой-то. Ему разрешили вставать, ходить. Вообще-то это строгий постельный режим. Разрешили вставать. Все. Ну, уже в надежде, что все это дело у него проходит. Уже к выздоровлению дело. Ну, вот у него возникает вот такая вот клиническая картина, которую мне пришлось это видеть тогда. Ничего не оставалось, как перевести в наше урологическое отделение. И, естественно, в этот же день мы берем его операционную и интраоперационную. Вот все подозрения, все, что нам давали на компьютерной томографии, на УЗИ, все подтверждается. Действительно, это разрыв капсулы почки с продолжающимся кровотечением. Если бы поражение почки было настолько обширным, что она была бы признана коллегиально нежизнеспособной, интраоперационной, то, конечно, ее можно было, ну, как бы, по показаниям нефоктомия показана. Но в его случае она оставала жизнеспособной, рабочей, да, и поэтому мы не приняли такого решения. Тем более, что кровотечение было паренхематозным, а не из центральных каких-то сосудов там. Тогда Олег первый раз в жизни ложился под нож. Я думал, значит, уже все конкретно. То есть испугались, что умрете? Реально были такие мысли? Да. Там мне как говорили, типа, можно это, какой человек, если слабый, может умереть. Ну, говорит, ты, говорит, сильный, выдержал, говорит. Диагноз сказали, там, почку могут отрезать. Я в интернет сразу читать, живут ли без почки, там, можно как-то, ну, нормально, нет. Давай сразу переживаешь. Я сразу встал, я говорю, почку-то оставили врачу, оставили, не бойся. Я говорю, слава богу. Дальнейший послеоперационный период протекал без всяких либо осложнений. То есть наступило выздоровление, пациент был выписан. Ну, вот, действительно, что стоило обратить внимание на это, что это казуистика, казалось бы, да, хоть она и описана, но никому. Мы с коллегами общались из других больниц, да, этого не приходилось делать, да, не видели просто этого. Избежать ее, ну, только профилактически, да, нужно какие-то, закрывать, значит, верхние дыхательные пути, ношение масок, респираторов, то есть не вдыхать вот эту пыль, в которую могли попасть именно вот с фекалии, сухие этих мышей. Специфической вакцины не существует, и поэтому от этого никто не застрахован. Наш герой признается, чувствует себя хорошо, будто ничего и не было. Единственное, стал реагировать на смену погоды. Предвестник тому – 30-сантиметровый шов на животе, который начинает зудеть. Над своей историей болезни сейчас даже смеется, хотя тогда было совсем не до шуток. Врачи хорошие, на ноги поставили быстро. А если бы не врачи, я бы, я не знаю, может, там был. Сейчас, говорит, хоть и с Мишами спи. Все равно, все равно, ладно.